Надоели опенкейсы, где ты никак не влияешь на результат? На VODKIT.RU решает только твоя интуиция. Всё просто, тебе даётся 5 сундуков, в каждом лежит приз. Сундуки рандомно перемещаются. Угадаешь сундук, где лежит премиум танк, и он твой. Вывод золота и танков проходит моментально на твой аккаунт VOD. Убедись и попробуй бесплатно. Заходи в VODKIT.RU, ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракайсти. Сегодня я хотел бы показать бой на потасау 10 уровня Объект 263. Бой произошёл на карте Химмельсдорф. Итак, игрок решил поехать на гору и выжидает тут в начале врагов. Долго ждать не пришлось. Высовывается СТРВ и получает плюху на 486 урона. Ну, правда, тут всё-таки прилетает от арты на 201 урона. Тем не менее, лучше уж занять позицию и действовать смело и решительно, чем сжаться где-то в углу, боясь каждого шороха. Итак, игрок добирает СТРВ. Естественно, внизу может быть арта. Да, так и есть. Также там потасау Объект 263. Вот на неё высовываться, конечно, опасно. Также там ещё и СТРВ 10 уровня. В общем, засада. И большая часть врагов там расползлась по городу. Кто-то на банан поехал, кто-то к базе. И, конечно, стоять тут это будет большая ошибка. Нужно двигаться. Если вперёд нельзя ехать, то значит нужно назад. Отправляться вниз города. Итак, тут два тяжёлых танка. Е100, а также Т26 и Е5. Наш герой высовывается, даёт плюху Сотке, пока та зевала. И далее игрок откатывается назад. Сотка начинает давить, подставляет свой борт. Игрок с уроном сбивает ей гуслю. Сотка при этом почему-то даже не выстрелила. Возможно, не успела выстрелить. Т26 и Е5 не пробивает Сотка. Непонятно, может быть, она и стрельнула. Я не заметил. Тут уж фиг знает. И наш герой добирает спокойно вражеский тяжёлый танк. Остался тут шотный противник. Но с ним не должно возникнуть проблем. К тому же Тигр радостно впитывает в себя урон. Вытанковывает. И наш герой добирает Т26 и Е5. Враги тут кругом повсюду. И сейчас, конечно, опять-таки нужно двигаться. Движение это жизнь. И наш герой отправляет Саксу-101. Тут есть танки восьмого уровня, как вы можете видеть. И, конечно, игрок имеет перед ними преимущество. Также тут рядом вдруг внезапно Т-54 облегчённый появляется. И получает смачную плюху. И улетает в ангар. И вот она Сушка получает плюху. При этом не пробивает нашу супер бронированную ПТ-САУ. Пытается она свалить. А куда ты поехал, друг? Никуда ты уже не сможешь уехать. Потому что Объект 263 всё-таки весьма шустрый. Далее на закуску тут Су-122-54 и Борщ. Игрок грамотно прикрывается трупом Сушки. Но мажет, правда, по противнику. Но ничего страшного. Перезарядка, в принципе, не очень долгая. И выстрел. Посмотрите, какой выстрел шикарнейший. Это взрыв БК у врага. Просто великолепно. Далее наш герой идёт в атаку. И даже не знает, в общем-то, по кому стрелять. Потому что глаза разбегаются. Сколько тут целей можно было и направо, и налево поехать. Но выбрал он для уничтожения арту. Как вы могли видеть. Так как она стояла и подставлялась больше всех. Вот он Борщ. Получает выстрел в корму. Тут ЛТшка молодец. Катается и отвлекает на себя внимание. Наш герой подходит сзади к Борщу. И говорит ему. Но, дружище, пока. Ты уже достаточно поиграл. Ну и, в общем, как вы можете видеть. Пока что наш Объект 263. Никого не оставляет в живых. И совершенно без шансов вырезает вражескую команду. И 8 фрагов у игрока. Потрясающие результаты. Почти 7 тысяч урона. Но это далеко еще не все. Несмотря на то, что танков одинаковое количество. Но все-таки противники выигрывают по ХП. И это весьма опасные танки. Тут и СТРВ, и Объект 263, и Объект 704. И, в общем, танки очень и очень серьезные. Как вы наверняка понимаете. Ну и, скорее всего, сейчас преимущества есть у вражеской команды. И при этом значительные. Тут игрок понимал, конечно же, что не вариант вставать на захват. Он просто проехал тут мимо. А вот Т-54 решил прокатиться по базе. Но захват в этом режиме очень долгий. Так что, друзья, не стоит пробовать захватывать базу, если вы не уверены в том, что захватите ее там втроем. А иначе в режиме встречный бой потратите время и не поможете своим союзникам. Засвечивается тут по центру СТРВ. Игрок успевает по ней выстрелить за счет очень хорошей стабилизации. Также тут засвечивается Объект 704. СТРВ не пробивает и Объект 704 тоже. Вот это броня просто шокирующая. И наш герой снова перезаряжается и дает выстрел по СТРВ. Правда, вражеская шведская ПТшка все-таки поразила броню нашего героя разок. Но в основном Объект 263 весьма уверенно танкует. С горы стрельнул тут Объект 263 вражеский. И, в общем, дальше тут оставаться нельзя, так как он очень быстро перезаряжается. Ну, вроде Бульдог подъезжает к Объекту и должен его сейчас занять на время. Ну и, к сожалению, союзник на Т-54 облегченным умер. И теперь наш герой, в общем-то, должен как-то разбирать вражескую советскую ПТ-САУ, которая, конечно, имеет очень хорошее пробитие. Но орудие БЛ-10, я думаю, всем нам известно. И игрок, несмотря на всю мощь этой советской ПТ-САУ, просто врывается на нее очень бодро. Объект аж растерялся, не знал, куда стрелять. И просто не пробил броню нашей сверхбронированной штурмовой ПТшки. Иногда Объект 263 действительно показывает просто потрясающие результаты. Там и танкует, и дамажит. Ну, как иногда, в принципе, в опытных руках весьма даже частенько это бывает. Ну, и еще рано радоваться, еще есть Объект 263 вражеский, у которого ХП очень даже немало. При этом союзник на Бульдоге хоть и жив еще, хоть он и не поехал и не слился, молодец. Но все-таки помочь он может только тем, что отвлечет там вражескую ПТшку. Ну, может быть, постреляет ей в корму или борта. Но, к сожалению, Объекта, в общем-то, взял и раздавил ПТшку. Зашел ей, видимо, в тыл. Та не ожидала этого и в итоге отправилась в ангар. Ну, и наш герой немножечко опрометчиво, но все-таки очень даже решительно и стремительно высунулся на противника. И враг промазывал такой неожиданности. И игрок старается выцелить маску орудия, туда пробить вроде как проще всего, если НЛД спрятан за рельефом. Но не так-то и просто даже голдой туда нанести урон, потому что ПТшка очень хорошо бронирована. Высовывается враг, на этот раз пробитие проходит все-таки в маску. Враг не наносит урона, хотя у него сейчас было преимущество по ХП, то есть он мог этим воспользоваться. Далее залетает отлично в рубку. Там брони-то вообще нету, но противник отдает ответку и теперь кто сделает первое пробитие, тот и победит. При этом, если враг додумается зарядить фугас, то тут уже и броня, возможно, не поможет. Итак, игрок выжидает противника, как на Диком Западе. Тут два таких вот отъявленных ковбоя смотрят друг на друга. И, в общем-то, кто из них станет самым первым, кто сделает выстрел. Давайте посмотрим. Но не пробитие по врагу. Непонятно, как там не залетело. Противник идет на штурм, останавливается. Игрок не пробивает его в ЛД. Враг вообще не попадает и сейчас есть шанс его добрать. И выстрел в НЛД и враг повержен. Просто шикарно. Ну и медальпула. Тут стальная стена, основный калибр, воин. Потрясающие результаты. Действительно, бой очень даже любопытный. 11 339 урона, 5 380 урона игрок смог танкануть. Потрясающе. И на этом все, друзья. Если бой вам понравился, то не забудьте поставить лайк. Ну и также подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Желаю вам всего наилучшего. Пока. Пока.